Всегда есть тот, кому нужна помощь, и всегда есть тот, кто может помочь. И это один человек, уверенно, организаторы благотворительного фестиваля на встречу. В воскресенье в городском дворце культуры начали создавать систему помощи адресной и беспосредников. Подробности вы можете увидеть в сюжете Яны Карабицевны. Ну, я по профессии психолог, пишу, что я могла бы оказать психологическую помощь. Я работала с детками-инвалидами и сейчас работаю со студентами. Готовностью помогать, например, как Елена, делать иногда свою работу бесплатно, делятся несколько сотен хабаровчан. Заполняют специальные карточки, затем помещают их на стену. Здесь их сможет найти тот, кто нуждается именно в этой услуге. Я обратила внимание на человека, который может провести бесплатно мероприятие для детей-инвалидов, для детишек из детских домов. И мне показалось, что это достаточно интересно для нашего центра, потому что мы часто проводим мероприятия для детей. Карточки двусторонние. На одной стороне надо написать, чем ты можешь помочь, а на другой – в какой помощи нуждаешься сам. Так как многие из собравшихся в ГДК сегодня – это потенциальные благотворители, с первой половиной они справлялись легко, а вот над второй приходилось подумать. Я не знаю, что именно написать, чем мне могут помочь. На фестивале «Навстречу» становится незаметной разницей между благотворителями и благополучателями. Организаторы пытаются создать систему, в которой помощью обмениваются адресно и без посредников. Мы очень хотим, чтобы благотворительность потеряла этот ореол жертвенности, мученичества. Потому что многие думают, что у меня семья, работа. А ведь иногда это вообще очень просто – взять кота во время опроса. И ты уже сильно выручишь какую-нибудь семью. На фестивале работали 10 площадок. Те, кто ценят непосредственный контакт и хотят сразу обзавестись знакомствами, могли пообщаться в формате «Блиц». Были и те, у кого идея уже приняла форму проекта. Актриса Белого театра Алиса Берулина и филолог Иван Туркулец планируют сделать курс устного русского языка для тех, кто уже давно закончил школу. На практике уже почувствовать, что такое русский язык, каково это, в принципе, говорить на русском языке и как сделать так, чтобы было вас приятно слушать. А физически на какой аудитории? Где это происходит? Сколько людей на время задействовано? Это цикл каких-то выступлений или это разве акции? Редактор телеканала «Хабаровск» Дмитрий Павленко выступает в роли социального инвестора. Самым удачным идеям готов предложить информационную поддержку. Также в роли экспертов председатель городской думы, чиновники и предприниматели. У каждого свой ресурс и готовность помочь. Где-то деньгами, где-то участием в благотворительных мероприятиях. Делать наш город лучше. Я знаю очень много предпринимателей, которые готовы вкладываться в это тоже. Фестиваль длился 7 часов, но для организаторов это только первый этап работы. Все карточки они объединят в одну базу. В какой форме благотворители и благополучатели смогут обмениваться помощью, еще предстоит придумать. Администрация города уже готова поддержать проект. Я вижу, это должна быть онлайн-процплощадка. Это должны быть мероприятия не один раз в год, а гораздо чаще вот такого формата. Вектор развития этого направления будет определен. Мы не остановимся. Сделать шаг навстречу еще можно. Для этого нужно заполнить карточку на сайте навстречу.инфо. Яна Коробицына, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.